Меня даже удивило, что мне дали такой доклад, но все равно это очень важно, потому что под мультидисциплинарным подходом имеется в виду создание команды для того, чтобы адекватно планировать лечение, в частности, лечение рака молочной железы. Здесь, правда, небольшая ошибка, потому что нет специальности мамолог-онколог, а есть специальность онколог-хирург, онколог-химиотерапевт. Ну, так или иначе, я думаю, что, в принципе, вот это видно, что зарубежные слайды, это была озабоченность именно не России, где существует 100 с лишним диспансеров, а именно, прежде всего, Западной Европы, Европейского Союза. Дело в том, что в Европейском Союзе многие пациенты получают, допустим, хирургический этап в одном учреждении, даже не в онкологическом, даже у пластиков. Далее, проведение химиотерапии согласуется с другим центром, лучевой терапии с третьим, то есть нет единой команды, поэтому Европейский Союз вынужден был создать рекомендации о создании breast units, то есть объединение, которое вот соединяет радиологов-диагностов, радиологов-терапевтов, патоморфологов и так дальше. Это не означает, что они работают в одном учреждении. Они могут работать в разных учреждениях, но они должны быть взаимосвязаны и взаимоответственны. В России совершенно другая ситуация. В рамках любого диспансера, тем более института, такие команды автоматически уже существуют. И другое дело, исполняется ли вот эта служба. Вот здесь, например, в центре указан пациент. Я считаю, что в центре, ну пациент само собой, это все для него. В центре должен быть онколог-хирург. Почему? Потому что 80% первичных обращений больных раком молочной железы – это обращение к хирургу. Хирург диагностирует. Хирург назначает методы диагностики, оценки стадий заболевания. И планирует возможность сразу хирургии с кубочинства больных, первичной хирургии или неодевантового лечения. И только 10% больных распространенными опухолями оказываются у химиотерапевта. Поэтому всегда вот в этом оркестре должен быть дирижер. А так получается полная безответственность, кому пациент попадет, тот с этого метода начнет лечение. Значит, должен быть основное лицо, которое отвечает пожизненно за этого пациента с момента диагностики и до конца жизни. Но, понятно, вот эти слайды, они действительно подтверждают, что вот такое решение командой ускоряет как диагностику заболевания, так и выбор адекватного лечения. Вот мой первый слайд, который говорит. Что мы понимаем вообще под мультидисциплинарным подходом? Это точная оценка стадии заболевания по системе ТНМ, что делается, конечно, не одним хирургом, а всей радиологической службой. Это с помощью патоморфологов уже первично, по данным Трипан-Биэпси, определение подтипа заболевания, хотя бы иммуногистохимического. И оценка возраста. Конечно, желательно было бы иметь и другие признаки, четвертый, пятый, шестой. Но, к сожалению, в большинстве стран, не только России, но даже Европейского Союза, пока это невозможно. Это слишком дорого, но и пока нет точных и объективных, проспективных данных, подтверждающих правомощность этих методов. Ну, поскольку, все-таки, большинство больных ракомолочных железо-гормонозависимы, относятся к лиминальным типам, то очень часто встает вопрос о неодевантой гормонотерапии, что практически не выполняется в Российской Федерации и относительно редко в Европейском Союзе. Хотя вот есть уже вот наши первые публикации, преимущество именно гормонотерапии неодеванта перед химиотерапией при выполнении такого проекта. Уже в Сангалине докладывали, что пациенты, получавшие именно неодевантную гормонотерапию, имеют выигрыш, в отличие от больных, получавших химиотерапию, при больных, отнесенных к лиминальным АА по типу ракомолочной железы. Вот голосование экспертов Сангалин в 2015 год. Случаи, когда имеется, допустим, трижды негативный опухоль. Кстати, говорят, очень много говорят о платине. Только 25% подтверждают или голосуют за назначение платины. Да и то только в том случае, если это молодая женщина, имеется мутация биосевигена. А 94% экспертов из разных стран считают, что основным лечением должны быть антрациклины и токсаны. Ну а если это HER2-позитивные заболевания, то о чем сегодня мы говорим, то здесь совершенно очевидно сочетание антихертерапии и в том числе и антрациклинов в первой линии с переходом в последующем на токсаны. Вот уже есть, так сказать, первые, как бы, публикации, это уже прежних лет, которые говорят о том, что достижение полного регресса, то есть сегодня уже говорилось, это важная промежуточная цель не в адюантном лечении. Там, допустим, HER2-позитивных заболеваний. Важное, но не окончательное. Если это не подтверждено бессобытийной выживаемостью, то этот критерий, как бы и сама, вот, Картазар, который, значит, сегодня много раз ее цитировали, кстати говоря, там и наша работа там указана в этом анализе, Картазар. Так вот и она пришла к выводу, что, к сожалению, вот этот огромный материал анализа 12 тысяч пациентов, он не может быть рекомендован Food and Drug Administration, как критерий для испытания новых лекарственных препаратов, потому что абсолютное, как они пишут, Magnitude, абсолютное отличие между пациентами, достигшими полного регресса и недостигшими, если брать все исследования, не позволяет дать такие рекомендации, потому что только, по сути дела, одно исследование, NOAH, которым, значит, наш институт был ведущим и диспансер, только оно, но он позволяет оценить разницу в 20% как возможный предиктор будущего эффективного лечения. Немецкий исследователь, где включено 6 тысяч пациентов, не рассматривается Картазар как важное доказательство, потому что там не было рандомизации, именно задуманной рандомизации получавших и не получавших герцептин. Поэтому, поскольку в это исследование включаются пациенты и с рецептопозитивным заболеванием, и получавшие старые схемы, и новые, оно не позволяет сделать вывод и рекомендации для Food and Drug Administration. Но, конечно, если такие исследования типа Невосферы, наах и так далее будут в большем числе, тогда, скорее всего, полный морфологический регресс будет принят как промежуточный суррогатный маркер, имея в виду, что здесь можно ожидать высокую безрецидивную выживаемость. Приступаем к дискуссии. Михаил Романович Шельченицов. Я не в дискуссии, у меня вопросы есть. Но здесь очень кульфицированная аудитория, я убежден. Скажите, если опухоль 2 см, чаще полный морфологический ответ, чем 5 см? Если опухоль исходно 2 см, то, скорее всего, эта больная подвергнется сразу же органосохраняющей операции и нет необходимости проведения неодевантового лечения. Но все-таки есть же данные по ней? Ну, если опухоль 2 см и назначено неодевантное лечение, то, очевидно, было поражение подмышленных лимфоузлов. Ну, в общем, Вы правы, Михаил Романович. Чем меньше исходный размер опухоли, если это опухоли 3-жды негативные или хеодопозитивные, они чаще отвечают на неодевантное системное лечение и большей вероятности достичь категории ПТ-0. И второй мой вопрос, если можно. Мы с Вами виделись на АСКО, далеко только что. Скажите, какой сейчас Вы считаете стандарт херцептин или херцептин плюс пертозумаб? Что Вы думаете без голосования в группе? Ну, конечно, мы знаем вот это исследование неосфера, где сочетание трех препаратов токсотер, тростозумаб и пертозумаб. И, безусловно, это будет стандарт неодевантного лечения пациентов с Е2-позитивным заболеванием при опухолях оценен второй стадии. Но пока в России этот стандарт, ну, мы об этом говорим, он еще не утвержден. Он утвержден в ряде европейских стран, Европейского Союза, значит, во всех европейских странах Северной Америки. Я думаю, что небольшой шаг еще какое-то время и будет утверждение в Российской Федерации, поскольку это наиболее эффективная схема лечения. Ну, на таком на таком собрании, конференции, которое сейчас здесь происходит, мне кажется, что в России многое, что не запрещено, что не разрешено, я имею в виду, препараты, эти опухоли новые, эффективные, у нас много проблем. Но в идеале, больные же сейчас в интернете и спрашивают, вот что вы отвечаете на этот вопрос? Да, мы, когда нас больные спрашивают, мы обязаны ответить, что, так сказать, вообще происходит в мире и какие, так сказать, схемы. Это один вопрос. Я имею в виду, если нет официального утверждения, то пациент не имеет права, скажем, на бесплатное лечение или стандартное. Пока это не войдет и не получится. Хотя, поскольку мы сами участники этого проекта, неосферы, одни из главных, так сказать, то, естественно, мы понимаем, что это наиболее эффективная схема на сегодняшний день. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok